Тест назначен только для того, чтобы, во-первых, отсеять людей, которым лень, которые просто хотят принести деньги. А во-вторых, говорит, у нас часто бывают случаи, когда человеку сказали, ты должен закончить эту школу. А у него и так там, ребенок недавно родился, машина в кредите, на двух работах работает. И иногда по результатам этого теста просто становится видно, что ему не нужно идти на эти курсы. Ему говорят, слушай, давай-ка ты лучше отпуск возьми, а потом пересдай тест, и вот мы посмотрим, сработаемся мы или не очень. И второй важный вопрос, этот связан с программой обучения. Всегда, если вы собираетесь пойти на какие-то курсы, в первую очередь нужно посмотреть на программу. Если ее нет, это самый тревожный звоночек, это не то, что звоночек, это уже на бат идет. Это значит, что учить вас будут как попало и кто придется. Потому что программа обучения всегда формируется заранее. Участие на нормальных курсах заранее распространяют конспект, который будет выдан студентам. Или вообще саму программу держат в открытом виде, чтобы можно было посмотреть, чему же вы все-таки научитесь. И, в общем-то, еще одна проблема курсов, которые проходят сейчас, с момента, как я этот доклад впервые прочитал, уже прошло полтора года. И сейчас нам снова понадобились джуниоры. Мы уже отсеяли несколько курсов, с которых мы вообще резюме не принимали. И взяли курсы, после которых люди стали брать на работу. То есть такие появились, это очень радует. Но, как выяснилось, они готовят людей к собеседованию. То есть у людей отскакивает просто от зубов любое определение. Абсолютно любое определение отскакивает у них от зубов. Но, когда ты начинаешь поступать как препод в универе со студентом, который готовился по методичке, и говоришь, что такое баг? Он тебе так-так-так-так-так-так. Говоришь, окей, а чем это отличается от дефекта? И человек просто зависает. Говорит, ну, дефект это вот есть баг, да, вот дефект это другой. Боже, боже, чему же их вообще учат? И самое классное на этих курсах было, ребята проходят стажировку. Они проходят один месяц стажировки в парке высоких технологий на реальном проекте. И когда ты его спрашиваешь, а вот чем ты на время этой стажировки занимался? Расскажи мне, пожалуйста. Все как один кричат, когда я был лидом. Когда я его спрашиваю, ты первый раз спросил, что? Лидом? Да, да, говорят. Вот мы три недели, у нас четверо на проекте. Каждые три недели тестируют, а одну неделю он длит, он распределяет задачи. Он декомпозирует таски, говорю, и мы тебя берем на позицию джуниор-клеей. Мне интересно услышать, как я декомпозировал таски. Нет, мне интересно услышать, как ты писал тесты, как ты писал баги, чем ты вообще занимался. И это тоже стоит понимать. Таких курсов стоит избегать. Еще одна проблема – это тренеры. Я не буду уже на этом останавливаться, но очень часто возникает проблема в том, что тренер оторван от реальной работы. Он занимается исключительно тренерской деятельностью, он проходит сертификацию по 120 разным программам, потом он получает очередной бейджик, готовит какую-то свою программу, начинает с ней колесить. И часто оказывается, что эти знания применить невозможно. Поэтому, если вы вздумаете учиться где-то еще на курсах, заранее погуглите, что вообще про них пишут, что пишут про их тренеров и кто все эти люди. Убедитесь в том, что это действительно какие-то профессиональные эксперты. Это будет понятно по их публикациям, по месту их работы. Как же выбрать курсы? Для большинства из вас это уже не актуально, но тем не менее, поэтому пробегуешь. Посмотрите на то, что есть критерии отбора. Посмотрите на курсы при вузах. Часто сейчас эти компании такие курсы открывают. Опять же, рассмотрите возможность стажировки. То есть зачастую бывают случаи, когда в деканат профильного факультета приходят специалисты компании и говорят, мы тут у вас вознестим бумажку. Если студентов заинтересует, пускай приходят к нам стажироваться бесплатно. А деканат забывает ее вывести на доску объявлений. Иногда это можно узнавать. Иногда все-таки эту доску объявлений стоит просматривать. Ну и всегда заранее проверяйте, кто вас будет учить и существует ли вообще программа обучения. Вот эта картинка, она уже побита молью. Когда вы джуниор, вы находитесь здесь. Задача всегда вырасти вот сюда, в зону QA. Для этого всегда нужно развиваться и как-то себя делать усиленно собой, расти. И для чего? Возьмем один очень явный пример. Время тестировщика всегда стоит дешевле, чем время разработчика. Это до 99% можно назвать аксиомой. И зачастую получается проблема, которую джуниор-шпециалистам не объясняют. Потому что если ты нашел баг, это еще не все. Баг нужно локализовать, баг нужно понять, в какой месте он возникает. Яркий пример. Вы создаете пользователя на каком-то сайте, потом идете им логиниться, вы не можете им залогиниться. Нажали, написали баг, не работает форма логина. Программист взял своего существующего пользователя, залогинился, все работает. Вернул его вам. Возможно стоит посмотреть, работает регистрация. Вроде работает, вроде выдает какую-то страничку, спасибо, вы зарегистрировали. Это банальнейший пример, но на его основе хотел бы рассказать, что стоит всегда подвезти, в первую очередь посмотреть в базу. Лег у вас туда пользователь или лег? Если его там нет, открываем сниферы, открываем девелокертул, смотрим, какой запрос у вас уходит при сохранении, вообще какой вам респонд свернулся. То есть всегда нужно уметь докопаться до сути проблемы. Именно это отличает специалисты из первого квадрата от специалистов третьего квадрата. Какие инструменты можно еще использовать для собственного развития? Первых, нужно читать. Вот так вот выглядит книжная полка тестировщика-курильщика, который только закончил тест и читает, что он самый умный. Он прочел две книги, и то не полностью. На самом деле хорошие книги, но он использует их просто как две Библии. Я знаю все, я несу вам свет. На самом деле книжная полка тестировщика выглядит как минимум вот так. А зачастую это только одна полка в шкафу. Потому что разбираться нужно в разных вещах. Нужно знать оскель, нужно уметь программировать, если вы хотите расти и развиваться. И поэтому нужно читать книги. Кроме книг можно читать блоги. Причем в отличие от книг, блоги дают вам куда больше интерактивности. Если вы взяли книжку товарища Витакера и прочитали ее, у вас очень мало шансов с ним связаться. Я пробовал, он мне ни разу не ответил. Ну вот как-то так вышло. Но если вы почитали блог Андрея Ясникова, который написал, что чуваки, нам нужно делать вот так, так и так. У вас есть две опции. Первая, даже три. Не согласиться. Сказать, это плохой человек, мне не нравится его подход. Окей. Вторая опция, согласиться. Сказать, это клевый чувак, я буду делать точно так же. И третья опция, написать ему в личку и спросить, слушай, а почему вот именно так? Вот. Люди, которых я здесь перечислил, в общем-то, их всегда нужно найти на этой конференции. Прямо Леша Булатова, он, к сожалению, не приехал. Но авторам этих блогов, ну, конечно, Хабер коллективный ресурс, но вот люди, которые здесь указаны, всегда ответят, и с ними можно поговорить. Разговор – это очень важная часть развития клуба. Во многих городах есть кей-клубы. И самое главное, первое правило тестировщика – записаться в этот клуб. Это, опять же, всегда возможность абсолютно бесплатно пообщаться, послушать какие-то доклады, узнать мнение других людей по поводу того, что у вас творится, посмотреть, как вообще у других людей что-то происходит. Конечно же, конференции. Но на конференциях тоже вы вообще молодцы, что вы все здесь. Это уже выдает вам специалистов, которые хотят развиваться. Во-первых, если эта конференция кажется вам дорогой, на нее зачастую не обязательно идти. Если вы хотите только с образовательной целью посмотреть доклады, то, например, с той же ИСКИ, да и с конфетки доклады всегда можно найти в сети. Их выкладывают на YouTube, прямо на сайте конференции. С образовательной целью этого достаточно. А вот с целью пообщаться и как-то поговорить с людьми, посмотреть, что вообще происходит в отрасли, и попытаться решить свои проблемы, это уже все решается в кулуарах. Поэтому конференции тоже нужно посещать правильно. Если вы пришли, посидели с ученку в углу, и ушли, не познакомившись ни с одним человеком, и не решив своих вопросов, сказав, что все заклады ерунда, то, в общем-то, проблема не в конференции. Проблема в слушателях. Ну и, конечно же, слушайте радио. Умные люди записывают подкасты, говорят правильные вещи. Не всегда правильные, с ними тоже можно диспутировать. Не всегда умные люди, не всегда правильные вещи, но, тем не менее, с ними можно поспорить, с ними можно пообщаться. И что я хочу сказать в заключении. Никогда нельзя останавливаться в развитии, особенно если вы действительно хотите как-то вырасти из манки-тестера на какой-то серьезный уровень. На этом у меня все. Спасибо за внимание и сложные вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ